5,5 лет тому назад, что произошло в Ушкатине? И это нельзя не видеть. Значит, армия была против вывода, и это я очень хорошо знаю, по роду того, что у нас случилось, очень сильно связано с армией. И знаю, что армия кричала и армия говорила, нельзя выводить оттуда людей. Люди, которые там были и созданы, были созданы мушавы, точно так же, как мы сейчас смотрели. И армия специально распределяла эти мушавы, и они не просто там сидели, они нас охраняли. И их выкинули, как этих паршивых котят оттуда, как котят. Потому что мы были ровно за день до Итнаткулта там. И мы ездили туда постоянно, и поддерживали этих людей, и на сегодняшний день я с ними на связи. Прошу, только вопросы, но не надо выступлять. Нет, я просто хочу сказать, это немножечко вопрос, это не вопрос, это ответ тоже самое. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, только вчера, вчера, получили только ключ к существованию кварт-доро. Вчера я была там, на то, что у них 5 с половиной лет, когда их как котят оттуда выкинули. Что мы получили после этого? Мы получили косам. На сегодняшний день, то, что мы смотрели, вот эта вот линия, которая у вас идет по вот этой вот карте, все очень хорошо. Что будет с нашим бетахом? Армия сейчас что говорит? Мы недавно были на Голландах, мы видели, я это видела, и нам она армия рассказывает. Я не беру это не с газеты, я говорю о тех генералах, которые нам говорят. И мы видели вот ту линию, которую мы видели, мы проходили по вот этим точкам, видели, как армия нас охраняет. На сегодняшний день, по той линии, что я вижу, что у вас бедный телевизор, я не говорю уже о хайфе тоже. Мы будем сидеть под зонтиками. Люди, поскольку пришел уже следующий гость, я начну с того, что действительно вся эвакуация из Гушка Тифа проводилась отвратительно. Спору нет. Отвратительно. Это люди, которым полагаются все условия. Я, как я сказала, что я готова, действительно готова, и это выражение, сказанное за много сотен лет до меня, до последней капли крови бороться за права тех, с кем я не согласна. То же самое касается всех, кого выселили из Гушка Тифа. Но это одна часть того, что это то, что вы со мной согласны. Сейчас я скажу то, с чем вы со мной не согласитесь. И тем не менее, простите меня ради бога, но я знаю, во-первых, в том числе и мнение армии. Человек, который сейчас звонил, звонил мне секунду тому назад, его зовут Дан Халутс. Он был начальником генерального штаба во время размежевания. Во-первых, у армии были и такие мнения, и другие, которые представляют он, он будет на Женеве. Но дело не в этом. Армия в демократической стране выполняет решение правительства Икнессета. Было принято это решение. У армии не было другого выхода, она обязана, и не дай Господь, если бы у нее было свое мнение. Это второе. Третье, мое личное мнение, и не только мое. Да, простят меня все поселенцы, повторяю, то, что с ними обошлись отвратительно, спору нет. Но да, простят меня поселенцы. Но охраняют нас с вами, наших детей и внукам, не поселенцы, а армия обороны Израиля, которая стояла там и охраняла их тоже. Простите меня ради бога, но что бы там ни было, я уверена, у вас есть дети, внуки, у меня была дочка в армии, пойдет вторая. Охраняет битахон государство Израиль, зависит от цаала. Здорово. Мы здесь есть вообще? Да, 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 да. Да, да. Я так хотел, чтобы выглядели что битахона из России украины нет в цаала, а не в цаалах, и, не до этого, не до этого, и не до этого, а не до этого. А это было очень важно, чтобы выглядели это. Все. Все, люди, я действительно с удовольствием продолжу с вами.